Доброе утро, дорогие приятели, зрители, посетители, доброжелатели и не очень моего кошачьего канала. Сегодня, во время кормления котов, я хотел бы поговорить о такой злободневной теме, как монетчики на ютубе. Встанем на лапы, котик. Встанем на лапки. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Монетизация и новые правила ютуба. Вот это я хотел бы с вами поговорить на эту тему. Ютуб в новых правилах написано, что коммерчески невыгодные каналы... На лапы встало, молодец, вот котик коммерчески выгоден. Посмотрите, как пурет. На ютубе написано, что новые коммерческие каналы будут... Ух ты, как котик прыгает. Давай, давай. Кошка, ты как коток, что ты с ними делаешь? Перехожу к основной мысли, коты меня сбили. Коммерчески невыгодные каналы YouTube может закрывать. Что это значит? Что если вы или мы, или я, кто-то всеми силами набирает 4000 часов просмотров и определенное количество прописчиков, подписчиков набирает, монетизирует канал, ему идет реклама. И на канале вы зарабатываете, скажем, 50 центов в месяц, или же, если вам удачно повезет, 5 долларов в месяц, то у YouTube будут свои критерии, по которым он может ваши каналы посчитать невыгодными и закрыть. Скажем, если канал приносит, новый канал монетизированный, приносит в месяц доход вам 1, 2, 3, 4, 5 долларов, и так продолжается на протяжении года, скажем, то YouTube это просто невыгодно, и он закрывает канал. Тут все понятно. Ничего личного, бизнес. Тем более, что если, скажем, у человека есть канал, скажем, обзоры про машины, много подписчиков, скажем, десятки тысяч, и много посетителей. И продавцы машин, фирмы могут сами обращаться на канал с предложениями рекламы, платным. Это одно. Тут уже вы можете диктовать условия. Ну, если у вас какой-то мелкий канал, типа моего, который всеми правдами и неправдами старается добиться монетизации, так называемой, и потом не приносит никаких доходов, то будьте готовы к тому, что ваши, наши каналы закроют просто, и все. Ничего личного, это бизнес на YouTube. Поэтому всем минетчикам, монетчикам и любителям легкой наживы на YouTube передаю пламенный привет от тропических средиземноморских котов. Смотрите, вот точно так же YouTube набрасывается на слабые каналы и будет их гонять. Посмотрите. Вот эта кошечка, как алгоритм YouTube. Вот алгоритм YouTube бегает. Кто не понравился, рвет и мечет. Кто понравился, скажем, как я, я ее кормлю. Кошечке экономически выгодно со мной сострудничать. Поэтому встала на лапы. Стендап, плиз. Стендап. Хэндэхок. На лапы кому сказано. Глаза смотреть. Век воли не видать. Встала на лапы. Не прыгать. На лапы встать. На лапы встать. Не прыгай. Она хочет прыгнуть. На, молодец, молодец. На, возьми. Напугала меня. Она прыгучая очень. Можете на полтора метра прыгнуть вверх уже было. Сыпиться в лапы руками. И все. Филита для комедия. Вот эта кошечка, как алгоритм ютуба, который будет преследовать экономические невыгодные каналы. Вот такое кратенькое мое эссе по поводу монетизации каналов. Относится также ко всем липким, которые любят липнуть. Прилипают. Очень быстро отлипают. Также к честным ютуберам и к любителям полных просмотров. Ну, смотрите, кошечка, как. Отлично. У нас с ней симбиоз. Я ее кормлю. Она мне позирует, разыгрывает сцену. Так. А ну-ка лапками кого-то погоняешь сейчас или нет? Сейчас. Вот рядом черненький кот. Вот еще котики. Вот такие ютубовские новости от тропических, средиземноморских, диких, уличных, дворовых, древесных котов. Почему коты древесные, возникнет вопрос. А потому что вот тут рядом громаднейшие деревья. Вот, посмотрите. Сейчас вот. Видите, какой тут парк, лес. Можно сказать даже. И вот громаднейшие деревья. Громаднейшие просто деревья, которые окружают нас вокруг. Вот это такие громадные деревья. И вот тут живет небольшое семейство котов примерно. Ну, в округе будет котов 50. Тут собрана сейчас просто, как сказать, одна бригада из группировки. Раз, два, три, четыре, пять. Семь котов. Еще несколько котов разбежались. Были выгнаны с территории, потому что сотрудничество с ними экономически невыгодно. А вот котик, как всегда, сел в заросли хурмы. Молодец. Этот котик молодец. Это у него хорошее место. Тут он защищен. Если будет дождь, тут практически как в лесу сюда не дойдет. Собака сюда не долезет. И котик сам не видный. Посмотрите, какая миловидная мордочка. Котик меня знает, поэтому так близко подпускает. Вот черный котик подошел, тоже позирует. Вот это молодец, котики. Лапами не трогать. Котики, я вас снимаю, да? Но лапами не трогать. У вас может быть лиша еще какая-нибудь болезнь. Поэтому я вас не глажу. Хотя вы такие милаши и коты-няши. Вот, котик. Крупным планом. Какая мордочка у нас. Котик, осторожно. А котик лапкой меня тронул. Хорошо, что не поцарапал этот черный котик. Сейчас меня тронул лапкой. Ох, он хочет играться со мной. Котик, палочку я же не взял. Давай сейчас я веточкой с тобой поиграюсь. Вот, 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 вот. Котику хочет играться очень, да? На, на, на. Поиграемся, котик. Молодец. Вот и кошечка подбежала играться. Давай, молодец. Кошечка как играется. Смотрите. Вот эта кошечка отрабатывает свою короткую веточку. Кошечка может меня поцарапать. Думаю, я не поцарапаю. Смотрите, как стоит котик. Ух ты. Котик, молодец. Осторожно. Не кусать за ухо. За ухо кусала малыша. Ой-ой-ой-ой-ой. Такого малыша схватила и за ухо кусала. Кошечка, ну ты что? Да, теперь такая невинная роза. Вот он, кошачий алгоритм. Что он делает с котами, которые не подходят. С котиками, которые не подходят под алгоритм. Смотрите, как стоит сама на лапках. А у меня еда закончилась уже, кошечка. Еда закончилась. Ютубовская тема на сегодня тоже иссякла, можно сказать. Так что всем товарищам, стремящимся к монетизации, прошу приготовиться к тому, что ваши каналы могут быть Ютубом закрыты, как экономически невыгодные. Что если канал приносит в месяц, скажем, 1-2 доллара и так продолжается несколько месяцев, Ютубу нет никакого смысла размещать там рекламу. Дороже там размещать рекламу даже, да? Да, 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 да. Ой, котики играются. Еще котики играются у нас. Да, палочка коротенькая. Ой, котик черный. Ох ты, как котик играется. Смотрите, как на лапах стоят котики. Отличная дрессировочка. Ну, котеночка кусала за ухо, да? За ухо кусала малыша такого маленького, а? Зачем кусала малыша за ухо, сама не знаешь, да? Скажи, вот у меня еще палочка. Что с вами игрался, да, котик? Ну, ты почему гоняешь всех? Малышей таких гоняет, ну? Малышей гоняет. Вот, котик, поиграемся, давай. Поиграемся, малыш, 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 малыш. Вот кто хочет, вот кошечка хочет быть в кадре. Артистка, ты как Алла Пугачева. Заняла место и никому не хочешь отдавать. Да хочешь быть прямой балериной, да? Вот черненький котеночек еще, да? Давайте, поиграйте, каждому по веточке. Котик, пошли, пошли, быстренько, быстренько. Опять, опять драки котов. Опять драки котов идут тут. Появился. Так, солнце светит у нас, но с этой стороны солнце мне надо стать отсюда, да. Чтоб солнце светило сзади. А вот тут мы на солнце, котики. Кс-кс-кс. Ух ты, тепло стало. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Котики, поиграемся. Поиграемся, котята, маленькие ребята. О, черненький котик подошел. Играемся, играемся, давай-давай. Играемся, котик. Иди сюда. Солнце появилось, хорошее освещение. Должно хорошо получиться, да? Вот котик у нас. Тот, который любит попищать, да? Всем хорошего дня и недели, и месяца. С новым наступающим годом. Всем ютюберам, блогерам на ютюбе. Ай, блогерам на ютюбке. Да. Продолжение следует...